Как наши глаза ищут света, как наша душа ищет Бога. И если мы зададим себе вопрос, какого света ищет наша душа? Я есть свет в миру, сказал Господь, и кто последует за мною, тот и будет ходить во тьме. Вот этот свет, который если увидит человек, он уже идет за этим светом и всю свою жизнь выстраивает так, чтобы от него не отличаться. Каждый из нас наверняка оказывался в какой-то очень темной комнате или в подвале. Как нам нужен был хотя бы маленький лучик света? Нам так нехорошо, когда мы оказываемся в полной темноте. И наоборот, когда мы оказываемся во свете, когда вокруг солнце, радость, свет, наша душа ощущает этот свет своим внутренним состоянием. Вот так свет для души – это свет Христов, который просвещает всех. И сегодня, когда мы слышали, Иисус Христос отправляется в Галилею языческую, чтобы и там людям, сидящим во тьме, посиял свет. Чтобы те, которые находились в стране и те не смертные, увидев этот свет, воскликнули нам, свет посиял. Во свете Твоем узрим свет. И не случайно в Божественном Откровении мы читаем эти слова. Вы – свет миру. Обращается Христос к своим последователям. И наоборот, те, которые уйдут от этого света, они неминуемо погружаются во тьму. Да и каждый из нас наверняка на себе знает, что стоит ниже, ниже погружаться в подвальную комнату, как света становится все меньше, больше тьмы. Что такое тьма? Это отсутствие света. Что такое безверие, зло, агрессия? Это отсутствие света в душе человека. Вот почему, чем больше света в человеческом сердце, тем он радостен, тем он небеснадежен, тем он, уповая на Господа, преодолевает все трудности на своем жизни на пути. Вот почему Христос начинает свою проповедь с этих слов. И уже тогда он начинает говорить и обращаться к этим людям, которые впервые увидели этот свет, увидели Христа, покаятись, ибо приблизилось к Царству Божию. Сколько людей услышали этот призыв поисповедали грехи свои, которые восхитоведили всю свою прошлую греховную жизнь, и последовали за этим светом, и просветились этим светом. И стали потихонечку читать молитвы, изучать, что творится в храме, и каково глубочайшее содержание богослужений в церкви. И так потихонечку, понемножечку, понемножечку осваивали глубину красоту веры православной. Почему? Когда дочитавшись до символа веры, где мы с вами уже читаем, Света от Света, Богоистина от Богоистины, это Охом, это Христе, рожденном от Источника Света, будучи Светом, просвещающим весь мир. Свет во откровении языков и слава людей твоих, Израиль. И не только Израиль, Христос просветил Светом своего Божественного, премудрого просвещения, но и всю Вселенную. Почему все те, кто веровали в Него, это были светлые люди, люди, которые несли свет милу, о чем и призывает Христос последователей, вы – свет. Но люди возлюбили тьму, об этом мы тоже читаем с тобой писать. И люди, которые отворачивались от Света, погружаясь на тьму и вере, прежде всего, в страну смерти, потому что тьма – это также получение святых отцов, это место святых, люди, погружаясь от Света истины, во тьму и вере, превращаются в злобных, в агрессивных, в людей, которые готовы все сносить на своей пути. И вот сегодня мы не обойдем этот вопрос стороной. Мне вспоминается замечательная историческая повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Там, кустами своего героя Пушкин, произносит удивительные, особенно актуальные для современного времени и дня слова. «Не дай нам Бог увидеть русский пункт, бессмысленный и бесполезный». «Не дай нам Бог увидеть пункт людей, которые отошли от Света». «Для этих людей полная тьма, и они ничего не видят, только свое, до основания, разрушая затерк». И сегодня мне хотелось бы обратиться к одной замечательной книге, которую написал Владыка Митрофавов, «Епископ Бадарин». Здесь он пишет, ссылаясь на мысли Отто фон Бисманта, о том, что все революции задумывают романтик, осуществляют фанатики, а пользуются ей, ее плодами подобными. И мы с вами сегодня вокруг ощущаем это дыхание революционного движения. Сто лет не поминуло, как уже снова люди хотят свержения государственной власти, которая выходит на улицу для того, чтобы выразить свои несогласия и что за этим стоит. И мы видели, что стоит за этим буквально вчерашним светом на России. Я не могу сегодня вспомнить еще одну трагическую дату начала репрессирования казачества. И не могу не привести декрет от 24 числа января месяца 1919 года. После того, когда все сверли. Вы же помните, что началось? Голод, разруха, коллективизация. Красный перор, вхождение по улицам воинствующих безбожников, человек, который потерял свет и погрузился во тьму, ему Христос не нужен. Запомните, при любой революционной ситуации свет Христов не нужен людям, которые добиваются и переворачивают все с ног на ногу. Я не могу не остановиться на одном из современников того периода Александра Александровича, тезки моего блока, который писал красиво, писал интересно, а потом вот этот вихрь революции заплеснул. Очень многие, дорогие братья и сестры, это сатанинская воронка, которая вращением своим включает сюда ноги. Он бы и не пошел, если бы не пошли все. А если бы пошли, пошел и он. И стал служить революции. И послушайте его строки. Товарищ, ментов удержи, не трусь, поймем капули святую Русь. Вы можете себе представить, что в голове у человека, а что в сердце человека, который пишет такие слова, поймем капули святую Русь. Все, Христос не нужен. Человек погружается во тьму. И тьма, которая постоянно собирает своих рабов, своих служителей, она объединяет их в одну работу. Против Бога. Против всего чина установленного в государстве, в церкви, в обществе. Никто не может служить друг господам, сказал Христос. Ибо или одному будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Ты не можешь любить и свет, и тьму. Понимаешь, человек? Либо ты выбираешь свет, и я христианин и иду к свету. И готов умереть за веру христианскую. Либо ты не христианин, не надо обманывать ни себя, ни людей, ни Бога. Не надо носить крестик и говорить, я не вхожу к вам в воскресенье в церкви. А на буднях или как по субботам, я не вхожу на баньках. Либо ты христианин, либо ты безбожен. Ну пока так себе, как все. А потом уже будешь хаистом еще. Потому что та воронка закрутит и тебя так, что ты не выкрутишься оттуда. Сил не хватит. Поэтому не можете работать двум. И свету, и тне работать нельзя. Работайте, Господи, со страхом. И радуйтесь ему. Встретит, он говорит нам в священном истаре. Происходящее с человеком удаление от света неизбежно приведет его в область мрака. Поскольку компромисс в этой сфере исключен. Пишет Владыка Владимир. Какое согласие между Христом и Велиаром? Какая совместность храма будет скидывать. И вот чем я хочу закончить сегодняшнюю стату в этой замечательной книжке. Любая революция, это восстание не только против установленного Богом порядка, но именно восстание против Бога. Это противодействие той высшей силы добра, справедливости и любви, которая разгражает, мешает такому человеку, противостоит его движению вниз по пути крайней степени озлобления и сатанинской гордыни. Это безумная попытка заглушить тот удивительный коммертон, который заложен в каждом человеке от самого любого его сотворения против внутреннего нравственного закона, живущего в нем, против человеческой совести. В завершении, конечно, хотелось бы сказать тем людям, которые видят свет, которые идут к свету, как вы. Которые приходят с рамы, которые любят Бога, которые сегодня причащались, поздравляем. Человек, который сегодня причастился, его не так просто совратить в какие-то другие безбожные, особенно агрессивные, революционные движения. Христианин не крутится вверх. Он идет по пути, который указал ему Господь. Я есть путь и истина в жизни. Идите в Моей дорогу, и вы никогда не будете ходить в воду. Вы свет миру. Вы слышите? И я хочу напомнить просто вам эти слова. Это уже нам. Это не те, которые перевернули всю нашу страну. Которые буквально уничтожили тысячи и тысяч казаков, священников, которые вместе с ним ставили в один ряд. И мы с вами помним. Сжигали иконы. Срывали храм. Расстреливали епископа. Не соловки, о чем говорят нам. Кто не был на соловках. Тот, наверное, вчера был на улице. А вот ты бы был на соловках и посмотрел, во что это превратилось. Ты бы не пошел. И детям своим объясните. И внукам своим заповедуй. Что мы уже проходили это. Мы живем в стране не выученных уроков. И опять и опять повторяем то, что уже у нас было. Но христианам Господь как к свету говорит. Вот вы и есть те святые люди, за которыми должны пойти мы. Вы должны светить людям верой. Потому что чем по тне, если выйдет свет, то не выйдет. Вот вы светлые люди. И так, как просветится свет вашей люди. А вы христиане. Вы не интеллигенция. Вы светлые люди. Вы соль земли. И если соль потеряет силу, что сделает, что сделает это соленое? Она не нужна будет, кроме как выбросить ее на поправление людям. Если мы, христиане, ословеем в вере, в добрых делах, в правильном понимании событий, то у нас уже ничего не исправит. Мы уже и в мир, и в Бог. Если свет в нас, который есть Христос, угасит. И так, вот потому да, просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашему небесу. И готовыми вы делали и желать и себе, и всем вам. В этом мир, солнце, усилительный и физически воскресный мир. Давайте не пропускать наши слухи. Давайте сугубим наше моление в храмах Божьих. Давайте чаще приходить для молитвы о мире в нашем Отечестве. Будем молиться о властях и воинстве, и я, которые стоят на защите наших рубежей. Ведь те, которые сегодня гуляют, они не знают, сколько ребят сегодня не спят на границе с нашими детями. В подводных лотках, в ледовых всевозможных океанах, прибрежьях, территориях России. Они-то этого не знают и знать не хотят. Поэтому, дорогие братья и сестры, время Бога молить. Время рать собирать. Вот и займем вас для молитвы в храмах Божьих. Для совершения добрых дел. Для разговора со своими молодыми интеллигентами. Современными людьми. С собственным примером показать, что значит верить, надеяться, терпеть, прощать. Я желаю всем вам, дорогие, мира. Ведь это такое удивительное слово. Мир вам. С которым священник, апостоль в любви, упадящий в храм. Мир вам, братья и сестры. Мирная душа никогда не повернет. Она не только созидательна. Поэтому Судитель Николаев сказал, что Господь ищет созидателей, а не разрушителей. Тот, кто будет созидать добро, тем самым и будет разрушать зло. А тот, кто впустится сокрушать зло, скоро забудет о созидании Татана и превратится в зло. Поэтому я желаю всем вам, Созидателям и Татана. Вот за этим мы и приходили с вами в храм Божий. Чтобы стать светлее. Приблизиться к этому свящему свету. И во свете выйти и нести этот свет тем, кто еще прибывает во прораке, на вере и сопреждении безбежья. Вот если нас свет и людей будет больше, то меньше будет. Прикористments Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Путыл